Похороните меня у входа, почему грузины топчут могилы царя, и как Арджоникидзе отомстил мощен, Дилфи, Литва. Наталья Фролова. DILFI.LT.LITWA. 28 сентября 2019 года. Любая поездка в Грузию, Сокартвело, невольно становится паломнической. Страна настолько пропитана христианством, что ни одна более-менее серьезная туристическая программа здесь не обойдется без посещения православных храмов и монастырей, самые древние из которых относятся к V веку. Рядом с Кутыси, куда сегодня можно прилететь прямым рейсом из Вильнюса, и паломникам, и просто туристам нельзя обойти вниманием как минимум три достопримечательности. Это, монастыри Гелати и Моцимета, а также Кацхийский столб. Христианство признано в Грузии официальной религией. Уровень религиозности здесь самый высокий в Европе. По данным исследовательского центра Peorisi Archcenter, на вопрос верите ли вы в Бога, 99% жителей Грузии отвечают положительно. При этом около 83,4% считают себя православными. И это неудивительно. Грузия приняла христианство в IV веке. Историки так и не сошлись во мнении по поводу точной даты, но официально закреплено, что грузинский царь Мериан III крестился сам и положил начало крещению вере в 337 году. На этот важный шаг его сподвигла равнопостольная Нина, просветительница Грузии родом из Каппадокии. Ее почитают как православные, так и католики. Крест Нина – две виноградные лозы, скрепленные волосами самой святой, один из главных символов Сокартвило. Второй древний грузинский крест, Балнистский, назван так по месту, где было найдено первое его изображение. Храм Успения Божьей Матери, все они, в Балнисе, в древнейшей базилике Грузии, конец V века. Этот равнобедренный крест внешне напоминает мальтийский, но появился он примерно на шесть веков раньше. Кстати, именно четыре Балнистских креста украшают флаг Грузии, разделенный на четыре части Красным Георгиевским крестом. В Грузии и даже в самом горном селении обязательно будет свой маленький храм. А в местах, где невозможно построить церковь, местные жители ставят кресты или столбики из камней, своеобразное святилище, напоминающее, что Бог всегда рядом. Эта концентрация христианства, естественно проникающая во все проявления жизни в Грузии, часто поражает даже неверующих туристов и действует на них сильнее любой миссионерской работы. Смирение высшего уровня монастыря Гелати, расположенный в 11 километрах от Кутыси, внесен в список всемирного наследия Аюнеско. Главный его собор, Рождество Богородицы, сейчас реставрируется снаружи, но внутрь можно зайти, чтобы полюбоваться древними фресками или помолиться. Или, и то, и другое сразу. Строительство этого важного в свое время духовного, культурного и образовательного центра Грузии было начато в 1106 году. Место лично выбрал грузинский царь Давид Строитель, или точнее Созидатель, который завоевал Кахетеву в битве при Арцухе и окончательно разбил сельджукских правителей Генджи, современный Азербайджан, владевших этой территорией. Память о Давиде Строителе, и о некогда величественной крепости Генджа в монастыре сосредоточена буквально в одном месте, в неприметно яркий ворот, который раньше служили главным входом. Царь Давид продемонстрировал христианское смирение, завещав, чтобы его похоронили прямо в арке, так, чтобы люди, входящие в монастырь, наступали ногами на его могильную плиту. И в этой же арке уже почти 900 лет висит одна из створок ворот Генджи, привезенных в Гелати в 1139 году в качестве трофея царем Диметрии и сыном Давида. Удивительно, но и сегодня по могильной плите одного из самых уважаемых правителей Грузии спокойно бегают дети, а ворота можно беспрепятственно трогать. Рядом нет ни запрещающих табличек, ни строгих смотрителей. Дважды мученики обитель святых Давида и Константина устроилась в живописном месте, что для страны не редкость, на высоком берегу над каньоном, по которому протекает небольшая река. В правой части храма на высоком постаменте стоит ковчег с мощами святых Константина и Давида. До советской власти, судя по всему, тела сохранились полностью. Но в 1923 году монастырь был закрыт, а мощи святых по приказу Серга Арджоникидзе, революционера одного из руководителей ВКПП, привязали к лошади и в таком виде показательно протащили до Кутыси, после чего сбросили в реку. Арджоникидзе прекрасно понимал, что делает, он сам был родом из Кутаисского района. Правда, местные жители смогли подобрать остатки мощей. Сначала они хранились в Кутаисском государственном историческом музее, а со временем вернулись на свое законное место. Сегодня поездка в Моцимету – важное паломническое направление прежде всего для самих грузин. Память мучеников отмечается 15 октября. В этот день, Моциметоба, съезжается множество паломников со всей страны, которые, по традиции, трижды прикладываются к ковчегу и трижды проползают на четвереньках по специальному арочному тоннелю, проделанному в нижней части постамента. Впрочем, многие не дожидаются Моциметоба и приезжают сюда гораздо чаще. Столб Кацхи примерно в 60 километрах восточнее от Кутыиси, по дороге в бывший промышленный центр Чиатуру, находится одна из самых необычных достопримечательностей Грузии – 40-метровый природный столб с часовней наверху. Кацхийский столб – некое подобие православных монастырей-метеорий в Греции, расположенных на вершинах скал. В Кацхи когда-то тоже была целая вереница столпов из известника. На последнем из них, возвышающемся над Калхидской незменностью, сегодня восстановлена часовня по образцу той, что была построена здесь между Ви и Восьмого веками и позднее пришла в упадок. В 1944 году двое исследователей решили подняться на столб, где они обнаружили разваленный часовней и человеческий скелет. Тогда же к столбу была пределана узкая металлическая лестница, но полноценное восстановление скита началось только в начале 1990-х годов. Туристов и паломников на столб не пускают. Но все желающие могут помолиться у его подножья и хотя бы задуматься о силе веры тех монахов, которые были готовы испытать свои духовные силы, взобравшись на его вершину. Впрочем, свидетельство силы веры можно увидеть, и не поднимаясь на столб. В советское время, когда вести богослужение было запрещено и паникадил тоже не было, рассказывает Марико. Люди приходили помолиться тайком, на рассвете или поздно вечером. Они зажигали свечи и прилепляли их прямо к скале. Об этих маленьких подвигах веры, которые со временем привели к возрождению христианства в Грузии и на постсоветском пространстве, теперь напоминают почерневшие основания столпа, следы обгорелого воска. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...